На календаре ноябрь 21 число В Самарском яхт-клубе музыкант исполнил сочинение Паганини, Баха, Шопена и Чайковского. Критика отмечала простоту и страстность исполнительского стиля. 21 ноября 1861 года. В селе Исаклы в имении статского советника Шалашникова открыли училище для крестьянских детей. В помещении мебель предоставил помещик, а за обучение взялся местный священник. В день открытия училища к молебну явились первые воспитанники – 14 мальчиков. День 21 ноября 1941 года. С полным правом можно назвать датой рождения нового завода – 4-го государственного подшипникового. В этот день рабочие, эвакуированного из Москвы в Куйбышев подшипникового завода, собрали первую партию своей продукции – 70 тысяч штук шариковых подшипников. Вечером того же дня их отправили на оборонные заводы страны. 21 ноября 1976 года. С самолетом в Куйбышев прибыли необычные гости – 538 зайцев-беляков. Такой подарок сделал краю Иркутский зоокомбинат. Ушастых расселили по заказникам Исаклинского и Кенельского районов. День 21 ноября, начиная с 1996 года, посвящен Всемирному дню телевидения. И хотя сам праздник еще достаточно молод, история телевидения насчитывает уже больше 80 лет. В 1933 году Владимир Зворыкин, русский инженер, изобрел катодную трубку – главный элемент телевизора. Что бы там ни говорили, но без налогов не может обойтись ни одно общество. Традиционно 21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов. Еще людей этой профессии называют налоговиками. Несколько реже чиновникам ФНС говорят фискалы. Есть и уже совсем устаревший синоним – мытари. Так в старину называли сборщиков податей. 21 ноября 1901 года в Самаре родился Николай Симонов, выдающийся актер театра и кино, народный артист Советского Союза, единственный и неповторимый Петр Первый. Критики его называли великим русским трагиком 20 века. 21 ноября 1920 года родился известный композитор Ян Фрэнкель. Его песня «Журавли, облетев весь мир», стала гимном памяти по всем погибшим на полях сражений. В тот же день, в 1918-м, родился актер театра и кино, народный артист Советского Союза Михаил Глузки, а в 1927-м народный артистка России Тамара Носова, начинавшая в «Молодой гвардии» и других серьезных драматических лентах. Сегодня поздравление с днем рождения принимает депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев. Сегодня Михайлов день – большой православный праздник. Веселый, светлый и сытный. С этого дня зима встает на ноги. Со дня Михаила Архангела зима морозы кует. Примечали, каков Михаил, таков и Николы Зимни. Продолжим знакомство с датами завтра. Продолжение следует...